Сегодня будем пробовать проходить кампанию, точнее первый сценарий кампании ночью на течке The Gathering за Ролана Бэнкса, соло, на стандартном уровне сложности. Большой дисклеймер, название карт буду зачитывать на английском, не так привычнее, заранее извиняюсь. Я не буду читать художественный текст и это видео, я надеюсь, будет больше как демонстрация попытки принятия эффективных решений, получения темпа над игрой, value над игрой, максимизации доступных ресурсов карт без лишнего фидлинга. Это видео не обучающее для новичков, как проходить игру с одной базой, с двумя базами. Здесь есть несколько карт из других дополнений. Видео больше про то, как, опять же, эффективно и быстро проходить сценарий. Надеюсь, еще правильно, без ошибок. Колода, в принципе, самая обычная. Пистолеты, фонарики, мачете, студентки, патрульные, взрыв динамита. Вот эта карта из каркозы позволяет вместо колоды контактов попробовать найти верхнюю карту врага и заспаунить его в бою с вами. Шорткат, быстрое перемещение. Чем меньше действий мы тратим, тем лучше. Немного про Воркин и Ханч, студентку, фонарик, способность Роланда. Все берется в колоду для того, чтобы максимально не проходить проверки. В этой игре эффективно получать какие-то автоматические результаты. Например, как у студентки. За то, что вы ее разыграли, найдите улику в локации. Воркин и Ханч за два ресурса быстрое действие получите улику. Фонарик. Немножко не автоматическое получение улики, но если вы используете его в локации с неясностью 2 или меньше, фактически она становится неясностью 0. И при любой вашей проверке, при любом модификаторе из мешка, значение вашего навыка не может опуститься ниже 0. Поэтому получится 0 в 0 и вы соберете улику. И способность Роланда за убийство врагов тоже получать улику. В принципе, тратить действие на исследование за Роланда, как мне кажется, не очень эффективно. Давайте попробуем эту колоду в первом сценарии. Локации я уже перевернул, поэтому берем 5 стартовых карт. В принципе, пистолет есть, он стоит 4 ресурса. Нужно ли мне оставлять Воркин и Ханчи за два ресурса каждый? Сомневаюсь. Я хочу найти союзников. Скорее всего, один из них довольно дорогой, патрульный. Гатс. Тоже не особо нравится. Я хочу подготовить Роланда. Выложив ассеты, я не хочу держать эти навыки в руке. Поэтому пока отложим эти 4 карты. Берем 4 новые. Так уже намного приятнее. 4 карты управляются обратно в колоду. Перемешиваем. Красиво. Первый ход. Все несыщие хранитель. Что мы делаем? Убиваем монстров. Там обязательно нужно сыграть оружие. Первый ход играем пистолет. Ресурсы. Вторым ходом я хочу взять ресурс, третьим сыграть фонарик. Почему? Потому что в локации неясность 2. С фонариком это будет 0. Это будут гарантированные улики, кроме автопровала. Поэтому давайте вторым действием берем ресурс. Третьим действием мы играем фонарик с биомой. Фонарик. Столько патронов здесь не было. Все. Фонарик сыграли. Это была фаза сыщиков. Фаза монстров. Их в игре нет. Обкип. Фаза мифа. Одна безысходность. Карту контактов. Гульминьен. Отлично. Переходим в зону угрозы. Довольные... Нет, в принципе сейчас будет хороший пример получения темпа. С разрыганным оружием мы при успешных проверках будем носить 2 урона вместо 1. Мы не хотим бить его 2 раза. Мы хотим ударить 1 раз, чтобы убить монстра. Плюс если мы его убьем, мы одновременно получаем улику из локации. То есть за одно действие и 1 удар мы убиваем монстра с 2 здоровья. Мы собираем улику. В принципе вот этот темп. А то, на что бы мы потратили 3 действия без оружия, 2 удара и изучение, мы компонуем в 1 выстрел из пистолета. Это темп. Темп над игрой. Поэтому мы этим и занимаемся. Тут почему-то 2 жетона, не знаю. Мы стреляем у гуля из пистолета. Он дает нам плюс 1 силы. С равной 4 это получается 5 против 2 плюс 1. Гуль убит. Мы забираем улику из локации. За одно действие. Очень-очень даже. Вторым действием я хочу изучить. Использую фонарик. Опускаю неясность. У локации 0, потому что он дает минус 2. Получается 0 у локации против моих 3. Уперсайн. Не особо важно. Забираем улику. Продвигаем акт. Две необходимые лики у нас есть. Переворачиваем. Надо выложить 4 остальные локации в игру. Каждый сыщик. Да. Холлый. Понятно. Давайте вытащим 4 локации. Холлый. Этик. Снимаем. Теперь надо их разложить. Стадии из игры уходят. Мы оказываемся. Холлый. Север. Подвал. Парвар. Этик. И у нас еще остается одно действие. Что я хочу сделать? Я знаю, что Высокая неясность в подвале. Для высокой неясности Мне нужно убивать там монстров Или использовать Воркин Ханч. В принципе Можно пойти и в подвал. И надеяться на то, что я вытянул монстров Из колоды контактов. Давайте попробуем. Давайте опускаемся в подвал. Здесь две улики. Я должен получить 1 1 рану и 1 урон за то, что вошел в подвал. Третье действие. Ваза монстров. На карте монстров нету. Обкип. Ваза мифон. Безусходность. Тянем Клону контактов. Древнее зло Продвигает Нашу Аджену. Ведущий сыщик должен решить. Или все скидывают по одной случайной карте с руки. Или ведущий сыщик получает 2 ужаса. Обычно я всегда скидываю карту с руки. Обидно. Карты хорошие, но 2 ужаса. Хотя 2 ужаса можно получить с учетом того, что у нас есть впитка в виде патрульного. Давайте возьмем 2 ужаса. Действия. Играю неприкосновенный запас первым действием. Получаю 3 ресурса. Вторым действием играю патрульного. И третьим действием я, наверное, хочу взять карту. Больше карт, больше выбора. Отвага. Врагов в игре нет. Аптитка. Миф. Каунтер. Проверяем ловкость 3. За каждую единицу провала получаем 1 урон. В принципе, не сильно страшно. Шорткаты можно оставить. Подкидывать на эксперт. Короче, я не хочу. Она мне нужна будет для дальнейших проверок. При сражении с боссом в таком случае довольно бесполезно скидывать например, те же шорткаты. Они дают всего одно значение ловкости. Так как у Роланда базовое значение 2. Этот урон можно впитать. Не обязательно надо пытаться пройти каждую проверку. В этой игре каждый сыщик хорош в чем-то своем. и сыщику с ловкостью 2 нужно просто принять как факт то, что скорее всего ты получишь урон. Давайте попробуем 2 на 3. Планшет это минус 2. Если в локации есть гуль получить 1 урон. Минус 2 значит на значение 0 на 3 получаем 3 урона. урона. Действия Давайте возьмем карту первым действием. Вторым действием тоже возьмем карту. Урона. 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 Слабость. Моя слабость. Она дает минус 1 ко всем навыкам. Урона. Урона. Слаза мифа. Безходность. Каунтер. М. Голоса. Вы не можете играть предметы или события. Хорошо. В принципе этот ход будет пропущен на то, чтобы сбросить за 2 действия мою слабость. Моркинг, конечно, сыграть я не могу. 7 карт в руке. Особо смысла брать карту нет, поэтому я просто возьму ресурс. Врагов в игре нет. Апкип. Кто уходит в дискарт. Миф. Контакты. Крысы. В принципе то, что я искал. Переходят в мою зону угрозы. Так как у них одно здоровье пулю из пистолета тратить я на них не хочу. Поэтому просто бьем их кулаком. 5 против 1. Первым действием. Минус 4. Один на один. Крыс мы убили. Забираем с локации одну улику. Быстрым действием я играю ворки на ханч. Забираю с локации вторую улику. Ну давайте двумя действиями перейдем на чердак. За вход на чердак мы получаем один ужас. Который пойдет на патрульного. Это были два действия передвижения. Врагов крыс мы убили. Апкип. Фаза мифа. 4 из 7. Туман. Он увеличивает неясность локации на 2. То есть у нее становится 3. Хорошо. Давайте попробуем использовать наш фонарик. Ох. Надо было использовать вандахант. Ладно. Ошибка. Используем тогда фонарик первым действием. Делаем неясность локации. 1. Изучаем 3 на 1. Череп. Череп. Это минус 0. Потому что упыри локации у меня нет. Локацию мы изучили успешно. Туман скидывается. Малейку мы забираем. И давайте вторым действием тоже используем последний заряд фонарика. Неясность локации становится 0. 3 на 0. Плюс 1. Это мы тоже забираем. Зачистили все локации. И давайте шорткатом переместимся. Увы. На быстрые действия. И третьим действием возьмем карту. Я знаю что переберу. Когда будет передышка. можно будет скинуть тоже шорткат. Я просто ищу дополнительные бафы для боя с боссом. Так это бафа за сыщиков. Врагов нет. Тип. Ага. Вытянут слабость. Неудачно. Три улики. Три улики. Ну походу он получит ментальную травму. Ну ладно. Продвигаем акт. Еще у меня остается одна улика. Упс. Продвигаем. Лита Чендлер в Парвар. Гульприст в Холлвей. Так. Вот они они. Что ж. Так как я в Холлвей. Гульприст идет ко мне в зону угрозы. А Лита Чендлер уходит в Парвар. Идти к ней конечно же мы и не будем. Ну что ж. Шорткат. Нужно запинать его за один ход. Попробовать по крайней мере. Давайте пробовать первым действием. А нет. Стоп. Присходность. Контакт. Угу. Криспинтенс. Ну что ж. Шорткат мы использовать уже не будем. Мы остаемся на месте. Давайте подкинем 3 на 3. 0. Отлично. Проверка пройдена. Урон мы не получили. Попробуем. Первое действие. Стреляем. С пистолета. Плюс 1. Плюс 1 за патрульного Т6 на его 4. Подкидываем Вишес Глоу 7. Время. Подкидываем Overpower 8. 9. Подкидываем. Аннекс. Нет. В принципе не нужно. Там максимальный модификатор минус 4. 9 на 4 должно пройти. Минус 2. А за Вишес Глоу наносим ему 3 раны из-за пистолета. Берем карту за Overpower. Ну и еще раз Overpower. Давайте подкидем. Плюс 4 силы. Опять тратим патрон. 6 плюс 4. 10. Против 4. Минус 2. 2 раны. Та-дам. Гульприст побежден. Эта локация тоже на победный счет пойдет. Смотрим исход. Сжигать дом я не хочу. У меня уже будет одна ментальная травма за слабость. Поэтому оставляем его. Исход 2. Получаем 1 опыт. Получаем 2 опыта. И опыт за победные очки. На дисплей. То есть здесь 3. 4. 5. 6. 7. 7 опыта. Первый сценарий. Вот это неудачно вышло конечно с травмой. Но что поделать. Как и запишем. Одна менталка. Принцип. Куда она здесь. Что это так. 7 опыта. Если такой формат видео дальше будет интересен. Будем пытаться пройти кампанию и дальше. Полночные маски. 2. Below. Записываю видео первый раз. Не обессудьте. Не судите строго. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь получилось без ошибок. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok